Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Новая мусульманская мечеть будет построена в Пришахтинске. Карагандинцы выступают за постройку новых культовых сооружений. Имеющихся шести мечетей недостаточно. Первая игра и первый проигрыш. В казахстанской премьер-лиге стартовал очередной сезон. Карагандинский шахтер проиграл шемкенскому Ордобасе со счетом 2-1. Ситуация на шахте имени Костенко взрывобезопасная. Такое заявление сделали специалисты военизированной аварийно-спасательной службы. Напомним, что 10 марта на участке вентиляционной сбойки шахты произошло возгорание. В настоящее время шахта имени Костенко работает в режиме жизнеобеспечения. Анализ взятых проб показал, что среда на аварийном участке невзрывоопасна. Ситуация находится под контролем и постоянно отслеживается. Об этом было сказано на совещании под руководством Акима области Ерлана Кушанова. На текущий момент продолжаются работы по локализации очага возгорания. На основе дальнейшего мониторинга и анализа ситуации будет принято решение по дальнейшим действиям. Предварительная причина возгорания – природное явление. Все работы по ликвидации очагов возгорания проводятся в безопасном режиме. По поручению Акима области вопрос по трудоустройству работников шахты имени Костенко взят на контроль. Часть работников шахты будет направлена на другие шахты на время простоя, а остальные работники будут задействованы в работах по ликвидации аварии. Напомним, что возгорание произошло на участке вентиляционной сбойки. Все работники шахты оперативно были подняты на поверхность. Никто не пострадал. Караганзинцы выступают за постройку мечети. Жители города уверены, что шесть молитвенных домов по городу недостаточно для растущего количества мусульман. Ситуацию с нехваткой мечети прокомментировали в Департаменте по делам религии Карагандинской области. В Карагандинской области 137 мечетей. Это почти в шесть раз меньше, чем в Южно-Казахстанской области, которая является лидером по количеству. В самом городе мечетей всего шесть. И это при том, что численность населения составляет 500 тысяч человек. По этой причине карагандинцы не раз высказывали за увеличение числа молитвенных домов. Большинство горожан считают, что проблему нехватки мечети стоит решить в ближайшие сроки. Некоторые же посчитали, что мечетей достаточно. Одним словом, мнения людей на этот счет разделились. Это культурное достояние Казахстана, вообще народа. Поэтому, конечно, нужно. Достаточно и тех, я считаю. У нас в Караганде достаточно и хорошая. Здесь храм мусульманский, старенький, но не старый, относительно старый, тоже достойный. Я считаю, что и районные центры имеют. Я приходится ездить и видел. Так что будем жить лучше, будем строить, я так считаю. Лишние деньги не нужны сейчас. Во время Курбанайта и в ночь предопределения и пятничных намазов мечети переполнены. Люди сидят на улице. Чтобы такого не было, нам нужно построить еще мечетей. Это окажет лишь благоприятное воздействие на общество. Тем более, с каждым годом число мусульман растет. Особенно заметна положительная тенденция среди молодежи. Мечеть поможет открыть лучшие стороны в человеке. Мне кажется, в Караганде достаточно мечетей. Мне кажется, чем больше мечетей у нас будет, тем лучше люди станут относиться друг к другу. Сейчас нужны мечети. Исчезает человечность, милосердие и доброта. В департаменте по делам религии отмечают. Постройка мечети всегда осуществлялась посредством спонсорской помощи. Зачастую в департаменте не возникает проблем с выдачей разрешений на строительство мечети. Только за прошедший год было выдано 10 постановлений. Сейчас на рассмотрении департамента находятся еще 8 заявлений. Сотрудники департамента уверены, количество мечетей соответствует числу мусульман региона. А если взяться вот так, то мы считаем, что на сегодняшний день строительство мечети, оно у нас опережает то количество верующих, которое есть. Другие вопросы, это тоже. Вот многие меценаты или кто хочет построить мечеть, читают. Если я построю мечеть, значит, я перед Богом уже чистый и так далее, и так далее. Ну, наряду с этим любое хорошее деяние, оно всегда же хорошее, правильно? Любое хорошее, тоже благотворительной помощи. Хорошо? Хорошо. Поэтому у нас во многих сельских местах, даже в тех же городах, не хватает у нас объектов, социально-культурных объектов. На сегодняшний день очень большая нужда. В чем? В детских садах. Сотрудники департамента по делам религии заявляют, постройка мечети – очень ответственное дело, которое включает в себя не только возведение здания, но и привлечение квалифицированных кадров, а также их полное социальное обеспечение. Также в департаменте пояснили, что они осведомлены о нехватке молитвенных домов в отдельных районах и стараются решить эту проблему. К примеру, в Пришахтинске уже выделили земельный участок для постройки мечети. Однако меценаты все еще не начали строительство. Еще одну мечеть готовы построить и в сортировке. Но пока не нашлись люди, готовые оказать спонсорскую помощь. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Всю прошедшую короткую рабочую неделю проходили мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Один из таких состоялся во Дворце культуры горняков. Для всех виновниц торжества выступали творческие коллективы области, а также столичные гости – солисты театра оперы и балета «Астана-Опера». Женщин в Казахстане больше, чем мужчин. Так что мы всегда, как говорится, холим, лелеем, чтобы настроение, если у женщин все хорошо, то и мужчин так же. Эти слова, наполненные любовью к женщинам, принадлежат столичному гостю, ведущему солисту театра оперы и балета «Астана-Опера» Талгату Мусабаеву. В разнообразном исполнительском репертуаре баритона Талгата – крупные оперные, симфонические, а также камерные и концертные произведения. Благодаря многогранности своего таланта он известен в стране и за рубежом, сотрудничает со многими творческими коллективами республики, работающими в различных музыкальных жанрах и направлениях. Его прекрасному голосу подвластны как партии казахской национальной, так и зарубежной классики. И весь свой многогранный талант Талгат подарил каргандинским женщинам. «Слушай, я прошу тебя, слушай! Слушай над морями, слушай!» «Женщины, вас от всей души хотел поздравить с таким замечательным праздником 8 марта. Пожелать вам, конечно же, в первую очередь здоровья, счастья, удачи, улыбок. Быть любимыми и любящими, и дарить свое тепло на мужскому населению Казахстана. Конечно, пусть все начинания ваши удадутся, и пусть будет всегда счастье с вами по жизни». Вместе с гостями из Астаны на сцене Дворца культуры Горняков выступили и местные творческие коллективы, даря зрительницам заряд хорошего праздничного настроения. Особым подарком стало поздравление и пожелание от детей. «Поздравляем, поздравляем наших женщин, дорогих! Ведь сегодня всем у нас самый лучший день!» Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Международный женский день яркую праздничную программу для карагандинок презентовали сотрудники Дома культуры Нового Майкудука. Мероприятие под названием «Прекрасным женщинам посвящается» собрало сотни жителей города, подарив им праздничное настроение. В Международный женский день во всех уголках страны воспевали любовь к женской половине общества. В шахтерской столице одним из наиболее красочных мероприятий стала праздничная программа «Прекрасным женщинам посвящается». В переполненном зале Дома культуры Нового Майкудука танцевальные и вокальные ансамбли преподнесли «Прекрасным дамам» настоящий праздник. «Этот концерт был организован силами творческих кружков и коллективов нашего Дома культуры. Мы также привлекли и другие танцевальные ансамбли. Подготовка заняла около месяца. Все это мы сделали для наших милых дам. В этот замечательный праздник хочется пожелать им, чтобы они всегда оставались цветущими, красивыми и улыбчивыми». Особенно тепло приняли гости выступления маленьких артистов. Постановка о роли мамы в жизни тронула сердца всех без исключения. «Я слышал, что на земле есть лоб. Кто защитит меня?» «Твой ангел защитил меня, даже рискнул собственной жизнью». «Скажи мне, как зовут моего ангела?» «Юргене» не имеет значения. Ты будешь просто называть его «мамой». В ходе мероприятия зрители могли насладиться красивыми песнями и зажигательными танцами. Концерт, приуроченный к самому прекрасному празднику весны, пришелся по душе всем присутствовавшим. Благодарность зрителя за слуга творческих коллективов Дома культуры, которые усердно готовили, чтобы сотворить красивый праздник для женщин. Следует отметить, что этой весной Дом культуры нового Майкудука вновь распахнет свои двери. Но уже на другой праздник – конкурс красоты среди девушек. Тоже ангел на вышел, Карол Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. Пять социальных инициатив президента – это конкретная социальная программа с реальными задачами и четкими индикаторами, внушительным финансированием и обозримыми сроками выполнения. Такого мнения придерживаются карагандинские общественные деятели. Свою точку зрения высказал доктор медицинских наук профессор Вилен Молотов-Лучанский. В целом пять социальных инициатив главы государства ориентированы на решение проблем наименее защищенных слоев населения. Например, представлена новая социальная ипотека для поддержки молодых семей. Такой подход может решить сразу несколько проблем. Во-первых, поддержать и оживить банковский сектор. Во-вторых, будет активизирован весь жилищно-строительный рынок. Это, как мне кажется, существенно повысит шансы молодым семьям, моим, например, детям и внукам, получить квартиру в ближайшее время. То, что срок ипотеки на 25 лет продлен, то, что процентная ставка уменьшена, и то, что первоначальный вклад будет уменьшен до 20 примерно процентов, это дает реальные возможности получить квартиры. А нуждающихся в квартирах очень много. Дополнительные образовательные гранты и строительство новых студенческих общежитий. По мнению профессора Молотова-Лучанского, это поспособствует улучшению высшего образования. И если президент говорит о социальной инициативе в основном о быте студентов, о развитии кампусов студенческих, о выделении грантов, то, конечно, это будет касаться и нас. Если мы дополнительно получим и в этом количестве грантов, 20 тысяч еще и гранты на здравоохранение, на медицинские специальности, конечно, это будет дополнительный стимул для развития самой медицины, образования нашего, дополнительные даст возможности ресурсные для ВУЗа, в том числе и нашего карагандинского. Также было отмечено, что эти социальные инициативы являются логическим продолжением реформ, которые вот уже не одно десятилетие реализовывает государство. Напомним, что в числе инициатив президента вошли новая ипотечная программа, снижение налогов, внедрение грантов и строительство общежитий для студентов, расширение микрокредитования и дальнейшая газификация страны. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские школьники продемонстрировали свои таланты на областном творческом конкурсе. В Международный женский день в Карагандинском зоопарке состоялся конкурс рисунков. Участники рисовали самого дорогого и любимого человека в жизни – маму. Стенд в Карагандинском зоопарке увешан десятками рисунков. На всех изображены красивые женщины с охапками цветов и коронами на головах. Именно такими, видя своих мам, участники областного творческого конкурса «Самая лучшая мама на свете». Заместитель директора зоопарка Серик Абдулин отмечает, участвовать в конкурсе изъявили желание более сотни школьников. Из 100 рисунков специальная комиссия отобрала 20 лучших. «Мы приурочили конкурс рисунков к Международному женскому дню. Школьники отправили нам более 100 рисунков. Мы выбрали 20 портретов, которые понравились нам больше всего, и позвали их авторов, чтобы наградить грамотами и подарками». Каждый из участников конкурса показал, какой видит свою маму. Одни изображали ее в роли королевы, другие рисовали крепкие материнские объятия. А некоторые вовсе сумели передать главные индивидуальные особенности своих мам – цвет глаз, волос, милую улыбку и нежный румянец. Ученица школы номер 21 Айяулам никогда не пропускает конкурсы рисунков. Девочка уже заняла первое место в творческом конкурсе, который прошел в Астане. На этот конкурс семиклассница подготовила два рисунка. Оба из них пришлись по нраву членам комиссии. «Я нарисовала два рисунка. На одном из них изображена королевская семья из одного мультфильма, на другом – моя мама. Об этом конкурсе мне рассказали мои учителя, потому что я люблю рисовать и не раз участвовала в подобных конкурсах. Чтобы нарисовать портрет мамы, я потратила два часа». Не все участники могут похвастаться такой же скоростью рисования. К примеру, ученица гимназии номер 3 Дельна срисовала семейный портрет целых два дня. Но потраченное время принесло свои плоды. Ее рисунок был признан одними из самых лучших. «На моем рисунке изображены мама, я и мой брат. Мама – королева, я – принцесса, а мой брат – принц. Я рисовала два дня. Мне очень нравится мое хобби». В завершении церемонии награждения сотрудники Карагандинского зоопарка наградили участников грамотами. В качестве призов школьники получили карандаши, краски и много других полезных вещей, которые необходимы каждому маленькому художнику. Тожан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ахкены, певцы, музыканты, КВНщики собрались вместе для того, чтобы посоревноваться. Но не на сцене, а в спортивном зале. В спортивном комплексе «Жастар» прошел первый областной турнир по мини-футболу среди команд творческих молодых людей. Организатор намерен сделать это соревнование традиционным. Ничто так не способствует заряду жизненной энергии, как спорт. А если это коллективная игра в футбол, то лучшего средства для тимлидинга и не найти. Руководствуясь этим постулатом, творческие молодые люди решили провести турнир по мини-футболу. Ахкены, певцы и музыканты объединились в команды. А КВНщикам и объединяться не надо. Они выступали, как есть, полным составом. Среди участников студент гуманитарного колледжа Ноян Совет. Я сам лично раньше занимался футболом. Сейчас я как артист караганды. Я учусь в гуманитарном колледже на музыкальное образование. Своё соревнование организаторы решили посвятить сразу трём праздникам. Международному женскому дню, празднику Наурызмирама и 20-летию Астаны. Всего в турнире принимает участие 10 команд. Состязание проводится впервые, но организаторы намерены сделать его регулярным. Это хорошая идея. Будем продолжать как традиция. Минимум год, два, три раза будем провести такой турнир. По итогам турнира первое место заняла команда с названием «Еркен Круама». Участники команды стали обладателями золотых медалей. Также награждены команды, занявшие второе, третье и четвёртое места. Кроме того, решением судей награждены участники турнира по номинациям таким, как «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший вратарь». Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Те, Наман Кожанов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. От футбола любительского к футболу профессиональному. Карагандинский футбольный клуб «Шахтёр» в матче первого тура нового сезона премьер-лиги уступил на выезде шимкенскому «Ордобасы». Встреча завершилась со счётом 2-1. В старте поединка футболисты «Ордобасы» на право хозяев завладели игровым преимуществом и принялись настойчиво искать пути к воротам горняков. И на 22-й минуте их попытки увенчались успехом. Тимур Досмагомбетов с правого фланга сделал удобный навес в штрафную на Еркебулана Тунгышбаева, а тот головой беспрепятственно пробил в противоход нашему галкиперу 1-0. Во втором тайме горняки восстановили статус-кво благодаря блестяще исполненному штрафному Дамира Каяшевича 1-1. А на 65-й минуте шимкенцы снова повели в счёте. Отличился нападающий хозяев Иван Нагаев. В оставшееся время счёт на табло не изменился. Итог встречи 2-1 в пользу «Ордобасы». У меня двояркое впечатление об игре. Начало матча до пропущенного мяча, там, на 62 минуты мы были нестыкослованы. Причина тому, волнение переделала смена покрытия, ответственность. Там мы ещё будем разбираться по горьям с мобористами. Но после пропущенного мяча, в принципе, команда начала играть так, как она может играть. И не боялась с позиций силы и позиционной. По большому счёту, и второй тайм начали хорошо, логично. Забили гол. Вот второй мяч «Ордобасы» опять выполнено, скорее психология сработала. Но большие возможности не нашли. Следующий матч «Карагандинский шахтёр» также проведёт на выезде. 17 марта в Костанае горники встретятся с футболистами местного табола. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й «Карагандинский». Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аван Саввулмстар. Редактор субтитров А.Семкин